Вот так вот выглядят туалеты в терминале 21, этаж 1, Франция. Ну, собственно говоря, здесь, я так понимаю, в тематике, как вот во Франции это все. Интересно, как на других этажах, но я по туалетам ходить не буду, но так, один сниму, просто ради премьера. Вот такой вот интересный туалетик. Ну вот он, залетает самолет. Новый гипермаркет терминал 21. Там дальше на парковочке нас ждет еще один самолетик. В общем, огромное здание. Это, в принципе, центр Паттайи. Тут дельфинячья улица. Ох, тут все перегородили, да, ё-моё. Лёд, кстати, моя любимая кафешечка на дельфинячей улице, вот где фонтан дельфин. И вот это на углу открытое. Моя любимая кафешка, туда как раз вот идет дельфинячья улица. Ну вот это такая махинища, это столько всего поснесли, это же вообще капец. В общем, там входы везде, как в аэропорту. В нормальном аэропорту, не как у нас в России, там в Сибири аэропорты. Прошлые вековые СССРовские, которые не могут до сих пор перестроить. Уж что деньги сволочи разворовывают. Здесь все по-человечески. Все, заходите. Точка G. Это у нас Токио, Япония. Вот, кстати, автобус Англия, второй этаж. Первый этаж тематика у нас идет Франция, Париж. Информейшн. А четвертый этаж, это Италия. А, третий этаж Италия, четвертый Токио. Еще есть, по-моему, пятый этаж, но там, скорее всего, столовая, в которую тоже мы обязательно сходим. Честно скажу, так пробежался уже. Цены тут, ну, салли везде, скидки, скидки. И, ну, в принципе, можно неплохие вещи взять недорого. Это, скорее всего, потому, что его совсем недавно открыли, буквально в этом году, в 19-м. И они пытаются с ценой переманить к себе покупателей. Но это нас радует. В общем, мы добрались до терминала 21. Огроменное здание. Как видите, первый этаж, это тематика Франция. То есть здесь магазины, такие все скамеечки, и все в стиле фонари, и даже в туалете все в стилистике Франции, как вот во Франции, да? Ну, якобы. Я там не был, не знаю, судить не могу. Высокая Эйфелева башня. Под потолок, под пятый этаж уходит. Различные этажи идут. Сейчас с другой стороны обойду. Там лучше видно. И покажу вам тематические этажи. О, здесь можно и под... А, ну здесь ничего интересного. Так, что там не тематику, Нина? Где-то автобус был. А где же он был-то, автобус, автобус, автобус? Не вижу. Пойдем в другом месте. Ну, кстати, сверху третий этаж. Венеция вижу. Я не знаю, видите, нет потолок. Второй этаж, по идее, Англии. Где-то автобус должен быть, но я вот что-то не вижу этот автобус. Интересно. Где-то я не вижу этот автобус. Куда они его спрятали? Был автобус, я помню. Я видел на картинке? На видюшке. Будем искать. В общем, огромное здание. Огромное здание. Сейчас попробуем немножко наснимать, показать, что такое терминал. 21 народа очень много. Хотя время еще, в принципе, только дело к обеду. Ну что, из Парижа в Лондон. Сразу на третий. А нет, на второй едем. Второй разве Лондон? А, да, второй Лондон. Поедем в Лондон. Вот, распродажа 60 бат в Труссарде для купания. Со специально волшебным кармашком, но явно не для денег. Вообще, скажу, тут цены от шоктики 260 бат. Но, опять же, не забывайте, это все умножать надо. Вот, 190 бат, 220 бат. А, кстати, я вчера 220 бат брал тоже. Подобные шорты. Только у меня двойные двух. Кому-то, может, 100 бат такие надо. В общем, здесь есть и со скидкой хорошие цены, и есть прилично дорогие. В общем, нужно ходить, смотреть. Вот, пожалуйста, 161 штук. Две маечки и 300 бат. Симпсон, кому надо? Микки Маус. Ты сейчас как-то? По сути, особо ничего нового. Этаж Лондон, вот, маечки. Айнс не знает, что за фирма. 200 бат. 200 бат. 250 бат. Качество. Ну, кстати, материал неплохого качества. Чьё это? Тайрем, тиреарим. Айнс, 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 айнс. Айнс. 500 бат. Ну, нет, 150 бат. Так, допустим, ценник 500 бат, а продают за 200 бат. То есть, в принципе, есть скидки. Ну, айнс, какая-то фирма, я не знаю. Айнс. айнс. тайска. Неплохие, кстати, дела. Да, то есть, можно здесь, в принципе, пока еще, я думаю, здесь вот эти все скидки. Гавайские рубашки. Различные. Ну, все. Из Лондона полетели в Италию. Пизанская башня. Пизя, как ее называют еще. Та самая Пизя. Четка накринена. Вот, кстати, 190 бат. 9 евро. Ангело или Трико. В общем, недорогие маечки, неплохие. Такие, ну, по качеству скажу, хорошие довольно-таки. Можно здесь взять на итальянском этаже. По ценам я вам это все показывать не буду. тут просто столько много задолбаешься ходить. И все тут это есть. Банки, банки, банки. Офис-центры какие-то в основном. Из Италии. От башни Пизя, Пизанская башня, попрем в Кокео. Японская башня. Японская башня. В общем, нужно найти, где покушать. А тут я знаю, есть где покушать. А вот и пизанская башня. Токио. Японская башня. Токио. О, японский, японский стиль. Это походу столовая большая. Разная. Везде кафешки, везде покушать. Что-то в японском стиле, что-то в европейском. В общем, ходить тут можно целыми днями. Сан-Франциско еще у нас остался. Следующая поездка из Токио. в Сан-Франциско. Какой фантазик? В Сан-Франциско. Большое сердце. Вот. Сан-Франциско паровозик. И все. В общем, последние два этажа это в основном, конечно, еда. Сан-Франциско, санта-Франциско. 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 Ценник. Вот кусок мяса смотрите, 89 бат с картошечкой, с ананасом. Я думаю, это будет вкусно. Вот 99 бат мяско. сладости, как говорил, здесь уже очень дороговаты. А здесь, кстати, вот можно заказать, прям при вас все это и пожарят. То есть рядом вы сидите, кушаете. Здесь марк из Реймсимон. Вот, кстати, павша 79 бар. Кому надо паузу поставить и цены посмотрите. И здесь также при вас будут готовить и в ротик вам закидывать. Все это кафешки, кафешки, кафешечки. Народ, в принципе, везде. Ну, вот смотрите. 125 бат. Курочка. 135 бат нарезка. Порк с хрюшки. 85 бат. Вот здесь, кстати, мясо можно недорого покушать. 145 бат мяско. Дредпорт. Дредпорт. Хвостики, что ли, я могу понять, что это. Рулька. Марулька. Шарундул и поросенка. 125 бат. Рыбка. 125 бат. В общем, здесь покушать можно. Да, ну курочка, допустим, ладно. А вот что-нибудь типа мяса такого можно. В общем, давно мечтал я. Вот такой сковородочкой. Самое место приготовить. Вот это у нас соседи кушают. Обратите внимание, сколько семей, сестру, человек. Набрали. Все туда бросают. Все греют. По меню. То есть нам уже налили водички. Нам принесли капусту, которую, в принципе, уже можно жарить. Но это не еда. Вот такой вот ресторанчик Дракоша. По ценам. Цены, смотрите, вот 79 бат и так далее. То есть есть уже готовые. Не буду зацикливаться. То есть вот цены. Кому интересно, паузу поставите. Посмотрите. Это то, что вы можете также все туда бросать. Варить. Ага, вот цены ниже, смотрите. Для ориентира. И вот такие вот пошли комплекты. То есть от 600 бат. А, нет, даже вот от 115 есть небольшие рулечки. Но это так совсем для старта. Вот у них есть вот такие сборочки хорошие. Там и морепродукты. И 579 бат. 549 бат тоже. И мясо разное. И морепродукты. Вот мы взяли вот такой за 449 бат. Тоже сборочка. Различное мясо. 409 бат. Только свининка. А здесь идет и свинина, и говядина. 450 бат. 439 бат. Для ориентира. Различные вот грибки, если надо. Грибы 129. Кому тоже наборчик различных. Тоже свининка. Вот 265 набор мяска. Затем идет рис 49. Вот такой один заказали. Различные грибы, креветочки. Яичко, если надо. По ценнику вот в принципе недорого. 80, 60, 70 бат. Ну и сами уже в сковородочку все бросаете. И кушаете. Нам интересно, сидишь, чтобы как в телевизоре. Мимо люди ходят, смотрят, свиной текут, истекают. Медии, смотрите, по цене тоже в принципе ни о чем. Морепродукты. Осьминог 16. Идет 99 бат. Самый дорогой смет. Так, здесь различные вкусняшки. Вот по ценам. Сами сориентируйтесь, Грию, кому надо по вставке. Так. Затем вот нам принесли наш набор. Сейчас можно по чуть-чуть уже скидывать туда. Так, ну здесь десерты пошли. Десерты по цене смотрим сами. И напитки. И все такое, конечно. Мы заказываем обычно вот этот тайский чай. Так, 16. Ты что, он 49 бат стоит. А в этих 7-11 он стоит, по-моему, 35 бат. От дракошки привет всем. Ну что, вот таким вот макаром сначала сверху, по идее, сало ложи. Все, берите вилочки, ложечки и бросаем. Температура большая, берете сальса, смажете. Ну а потом слегка сначала намазали сковородочку, а потом сверху ложите, и он постепенно будет таять. И начинаем все подряд закидывать. Капусточки можно бросить, лапшички можно бросить. То есть все это мы начинаем скидывать. И потом постепенно кушать. Здесь, я так понимаю, это водичку принесли нам еще доливать по необходимости. Ну что, попробуем все это накидать. Ну вот, примерно так вот накидываете. Что-то быстро поджарится, что-то медленнее. И постепенно кушаете, хряпаете. Все это вкуснятино. Вот здесь мы неплохо покушали, почти на 800 бат. Промежали. И вот здесь у нас тематический такой этаж. Мост Англицкий. Ну, в общем, здесь в терминале 21 можно очень долго ходить. Походил, походил, покушал. Сейчас вот мы вроде поели, ничего, можно дальше опять идти смотреть и кушать. Здесь же можно сходить в кино, посмотреть Капитан Марвел идет. Там различные фильмы показывают, реклама. Какие есть выбор. Вип-мест, отдельные кресла. С ножками, с подпорками. Друг с другом сидеть. Как в больших городах порядочный. Билет можно купить через аппарат. И на втором этаже. Синема, залы. Голливуд. Этаж Голливуд. О, кстати, я только сам сейчас заметил. Вот он, Оскар стоит. Сверху у нас он Голливуд. И на заднем плане он дальше, видите, Оскар стоит. А снизу башня Пизя. Пизанская башня. В общем, здесь здорово. Здорово, рекомендую терминал 21. Да, все-таки туалеты в терминале тематические. Они необычные. Вот туалет Голливуда. Где очень много народу. И здесь лучше, чем во многих других местах. Вот такой вот у нас в Голливуд туалет, блин. А там, Сан-Франциско. В терминале 21 очень много тайской еды, всякой разной. И цены тут вообще смешные. 12 бат и выше. Все, что хочешь, хоть целиком. Просто мясо. Цены, сами видите, кому-то, допустим, 40 бат. Биштекс просто 40 бат. За 2 бат можно. Где-то вот прям очереди дать вкусно. В общем, здесь можно хряпать в Таиланде сутками. И это сказывается все не просто так. Я с каждым днем все больше и больше становлюсь. И осталось совсем чуть-чуть, чтобы вернуть свои потерянные 10 килограмм. Сейчас посмотрим, где-нибудь все такое. В основном мясо было. В общем, вот такие штуки продают. И стоит на всего 62 бат по 20 рублей. Я заказал рульку. Сейчас мне будут, по идее, ее вылавливать отсюда. Да, это много, но с экстра 4 рублей. 100 бат она стоит. Вот такие вот 3 кусочка. Охренеть. 100 бат, 162 бата, 320 рублей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok